Мы уже знаем, как важно беречь все органы нашего тела. Здоровое тело позволяет бегать, плавать, кататься на лыжах и коньках, видеть наш прекрасный мир и слушать музыку. А если что-то угрожает нам, если мы заболели или попали в беду, позовем на помощь взрослых или позвоним службой экстренной помощи. Номера их телефонов надо знать на память. Даже человек, внимательный к своему здоровью, может заболеть. Если вы почувствовали себя плохо, прежде всего постарайтесь понять, отчего это произошло. Вы простудились, гуляя под дождем, или перегрелись на солнце? Вы упали и ударились или поранили кожу? При небольших травмах каждый из нас может оказать помощь самому себе или своим близким. Познакомимся с правилами первой помощи. Если в школе заболела голова или горло, необходимо померить температуру тела. У здорового человека она равна 36,6 градуса Цельсия, а при заболевании, как правило, повышается. Если температура высокая, надо лечь в постель и выпить горячего чая с лимоном. Лекарствами вас будут лечить взрослые. Но как померить температуру? С помощью медицинского термометра. Каждый человек должен уметь им пользоваться. Рассмотрим термометр, у которого в трубочке находится жидкий металл, ртуть. Ртуть очень ядовита. Будьте осторожны, не разбейте его. Если это все-таки произошло, не трогая, сообщите взрослым. Шкала имеет мелкие доли для очень точного измерения. Число 37 выделено ярким цветом. Это граница между нормальной и повышенной температурой. Электронный термометр безопасен. В нем нет ни ртути, ни шкалы с делениями. Температура в цифрах при включении появляется на маленьком дисплее. При занятиях спортом, во время активных летних прогулок, можно получить ушибы рук и ног и другие легкие травмы, порезы, ожоги. Как действовать при легких травмах? В случае ушиба, нужно как можно быстрее приложить к больному месту что-нибудь холодное, например, мокрое полотенце, лед или грелку с холодной водой. А голову при любой опасности падения необходимо защищать шлемом. Падение с велосипеда или самоката часто приводит к ссадинам на коленках. При ссадинах или порезе кожи следует промыть ранку чистой водой, затем смазать кожу вокруг нее йодом или зеленкой, чтобы в кровь не попали бактерии. Желательно также ранку заклеить пластырем или забинтовать стерильным бинтом. Летом, выезжая на природу, многие разводят костры. Береги свои руки от соприкосновения с открытым огнем или палками из костра. Находясь в доме, не прикасайся к горячим предметам. Все это может обжечь кожу рук. При ожоге необходимо полить обожженное место большим количеством холодной чистой воды. Очень опасно находиться на солнце при жаркой погоде без головного убора. Это может привести к перегреванию. Человек начинает ощущать вялость, тошноту, головную боль, головокружение. Пострадавшего надо уложить в тень, приложить к голове и боковым поверхностям шеи полотенце, смоченное в холодной воде, грелку с холодной водой или льдом. Прошло лето, наступила зима. И зимой нужно быть внимательным к своему здоровью. Гуляя на морозе, можно обморозить щеки, уши и нос. Это легче заметить у товарища. В обмороженных местах кожа белеет. Эти места растирают сухой варежкой или просто рукой до тех пор, пока кожа не порозовеет. Растирать кожу снегом нельзя, иначе ты ее оцарапаешь. Если мерзнут ноги, попрыгай. А если руки, быстро сжимай и разжимай кулаки. В любое время года, в школьных стенах и в играх на свежем воздухе береги себя и своих товарищей от различных травм. В сильные морозы и очень жаркие дни, выполняй простые правила сохранения своего здоровья. Если ты все же чувствуешь недомогание, вспомни советы первой помощи. Субтитры создавал DimaTorzok